Эпидемиологическая ситуация в целом в стране и в нашем регионе становится все более напряженной. Мы фиксируем и в целом увеличение количества ежедневно обращающихся в нашей медицинской организации в всей области больных первичных с островирусной инфекцией. И вот в этой доле растущем количестве больных мы видим и значительные приросты новых больных коронавирусной инфекции. Мы действительно смотрим в первую очередь за всей заболеваемостью и сезонной, и COVID-19. И видим, что этот массив весь растет. И, допустим, с предыдущей недели и на этой неделе мы видим день ко дню увеличение в два раза. Причем увеличение в два раза идет как среди взрослого, так и среди детского населения, школьников и дошкольного возраста. В этой доле всех больных мы выявляем достаточно много коронавирусной инфекции. К счастью, пока эти больные не тяжелые. У нас полбольных одновременно, болеющих COVID-19, растет. В связи с этим мы наблюдаем еще за уровнями госпитализации. Достаточно много свободного коечного фонда. Мы держим его в резерве, понимая, что все-таки момент, когда нужна госпитализация, наступает немножко позже, через какой-то период от начала заболевания. И поэтому мы понимаем, что резерв необходим. И единственное, действительно, та тенденция, которую мы на этой неделе увидели, у нас достаточно быстро заполняются койки для детей с коронавирусной инфекцией. Повторная вакцинация в условиях эпидемии коронавирусной инфекции очень важна и рекомендована нашими методическими рекомендациями каждые 6 месяцев для того, чтобы поддерживать иммунитет на должном уровне и минимизировать риски заражения болезней.